МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения. Ваша информационная программа «Республика». С главными событиями пятницы познакомят наши корреспонденты. Я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Вектор развития в Парецком районе подвели итоги работы за полгода. Зачем дорога, если она не ведет к храму? Кто сегодня строит церкви? Подари жизнь. В Чувашии подводят итоги акции против прерывания беременности. Сегодня в Парецком районе подвели итоги социально-экономического развития за первое полугодие. В расширенном совещании принял участие глава республики Михаил Игнатьев. По каким позициям необходимо подтянуться муниципалитету, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. В Парецком дворце культуры «Аншлаг» на подведение итогов социально-экономического развития муниципалитета сюда пригласили депутатов, директоров предприятий и общественных деятелей. Всего более 400 человек. Расширенные встречи с активом района, отметил глава республики, проводят для того, чтобы понять, какие проблемы необходимо решать немедля и куда стремиться дальше. Наша задача, имея постоянную обратную связь с населением, с любого муниципального образования, корректировать свои действующие программы. Парецкий район испытывает острую нехватку предпринимателей. Непростые времена наступили и на местном заводе по добыче гипса. Сейчас собственники шахты не в силах заплатить налоги в казну. Муниципальный бюджет недосчитался десятков миллионов рублей. Михаил Игнатьев поставил задачу активизировать работу по поиску инвесторов. Глава администрации района надеется, что новые проекты удастся реализовать в ближайшие два года. Миним три, если в ближайшие год-два сделать, которые есть намерения, это создаст нам в пределах 500 рабочих мест. Мы встречаемся с выходцами из Парецкого района, которые там находятся за пределами. Призываем, чтобы они родину любили и нужны деньги в экономику, создание рабочих мест. А это все создаст потом. И школы будут заполняться, и детские сады, и доходная часть, и так далее. Мы работаем в этом направлении. Не радуют в этом году и результаты ЕГЭ у школьников района. Министерстве образования республики отмечают, что успеваемость снижается из-за недостаточной квалификации преподавателей. Решить эту проблему предложил Леонид Черкезов. Один из наших лицеев, сильных лицеев, здесь посмотрим или третий лицей, или второй лицей, чтобы реальную помощь оказал образованию Парецкого района. Но здесь у вас еще есть выходцы Парецкого района, ректор Политехнического института МАМИИ сейчас, Агафонов Александр Васильевич, а самый главный из местных профессора Акимов Александр Петрович. Я с ними тоже встречусь, и что педагоги помогли в методическом плане, именно системе образования Парецкого района. До конца этого года в Парецком районе намерены построить еще один ФАП, отремонтировать жилые дома и проблемные участки дорог. Жители района волновало, как скоро начнут реконструировать мост через Суру. Мы ставим вопрос сегодня перед нечерцем транспорта. Нас услышали. Мы средства выделяем на проектирование. Какая стоимость реконструкции будет, но примерно, только могу сказать, это минимум на 500 миллионов рублей, соответственно. И будем ставить вопрос, чтобы нам выделили федеральные средства. Мы своего дорожного фонда и это ремонтировали. На рабочей встрече с руководителями района Михаил Игнатьев поднял и тему благоустройства. Необходимо привести в порядок дворы и скосить траву. Облик села она не украшает. Отчитаться о проделанной работе глава Чувашии поручил в ближайшее время. Медрик Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Сегодня же в селе Порецкое открыли новый офис газового участка. Раньше специалистам приходилось работать в экстремальных условиях. Порецкий газовый участок располагался в здании, построенном 60 лет назад. Не было смысла проводить даже капитальный ремонт. Новый офис возвели меньше, чем за год. В многофункциональном комплексе разместилась аварийная диспетчерская служба. Комфортные условия создали и для специалистов по работе с населением. Газовики района обслуживают более 500 километров распределительных сетей. Михаил Игнатьев выразил уверенность, что созданные условия будут способствовать более эффективной работе. Моя просьба к вам, уважаемые сотрудники, обеспечивать безопасность. Это приоритет государственной политики, это принципиальная позиция органов власти. И мы эффективно с вами конструктивно взаимодействуем. Михаил Игнатьев вошел в состав правительственной комиссии по региональному развитию в России. В ее составе представители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации и руководители ряда субъектов России. Кроме Михаила Игнатьева в комиссии и президента Татарстана Рустами Нинханов. Специальная комиссия займется решением проблем российских регионов. С 15 июля по всей России прекращается выдача свидетельств о праве собственности. Вместо этого появится удостоверяющая регистрацию выписка из Единого государственного реестра прав. Как отмечают в управлении Росреестра по Чувашии, замена свидетельств проходила поэтапно. Цветные документы с голограммами сменили обычные белые бланки, а теперь свидетельства и вовсе уходят в прошлое. Такая норма призвана для того, чтобы защитить права граждан при оформлении сделок с недвижимостью и прав с ней. Бывают случаи, когда граждане оставляют свидетельство на руках уже после продажи квартиры, показывают его потенциальным покупателям для того, чтобы получить задаток или аванс. Сейчас же, имея на руках только выписку из Единого государственного реестра прав, граждане должны знать, что она актуальна только на момент выдачи. Прежде чем заключить какой-то договор о сделке, покупателям лучше всего заказать свежую выписку и перепроверить данные, все ли в ней в порядке, соответствует ли площадь, тот же ли владелец этой квартиры. Новую выписку о праве собственности на недвижимость можно получить как в бумажном, так и в электронном виде. Не стоит переживать, что выписку будут требовать в различных госорганизациях. Как отмечают в Росреестре по Чувашии, в республике действует система электронного взаимодействия и сведения из базы, в том числе и Росреестра, им предоставляются бесплатно. Даже в ЖЭКе они самостоятельно запрашивают. У них есть специальная такая система, благодаря которой они могут направить запрос в Росреестра и получить это сведение. То, что они от вас требуют, это, скажем так, мягко говоря, незаконно. Они просто ленятся выполнять свою работу. Свидетельства, выданные до 15 июля 2016 года, действительны, и менять их не нужно. Новая выписка никак не повлияет на срок оказания госуслуги и на размер госпошлины. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. За прошедшие сутки в Чувашии зарегистрировано два пожара. В садовом товариществе «Дружба» сгорело дача. Погиб 47-летний хозяин дома. Еще одна трагедия произошла этой ночью в АлатРе. Огонь унес жизнь 64-летнего пенсионера. По оперативным данным, на территории Чувашской республики с начала года зарегистрировано 488 пожаров. Не теряет актуальности тема безопасности на воде. В Чувашию вернулась жара. Сотрудники госкомитета по чрезвычайным ситуациям рассказывали воспитанникам столичного детского сада номер 184 о правилах безопасности на воде. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Но если вести себя неправильно, все это может обернуться трагедией. Поэтому очень важно знать и соблюдать меры безопасности с раннего возраста. Сегодня в детский сад номер 184 приехали сотрудники поисково-спасательной службы Чувашии. Они показали спецмашину спасателей и ее снаряжение, познакомили воспитанников калейдоскопа с профессией водолаза, а также рассказали, как вести себя на воде. В первую очередь нужно быть рядом с взрослыми. Это первое правило. И на воде вести себя хорошо, слушаться взрослых, не бегать, не прыгать, не кричать, не играться, потому что даже находясь у воды, а не в воде, есть определенный риск попасть в неприятную историю, ситуацию. Говорить с детьми о безопасности на воде лучше в форме игры. А объяснять последствия нужно так, чтобы ребенок и понял, и не испугался. Чем раньше происходит знакомство с водой, чем раньше взрослые объясняют деткам, как вести себя на воде, тем меньше происходит бед. В нашем детском саду есть бассейн, и инструктор по плаванию Александра Олеговна с полутора лет приучает детей не бояться воды. Мы не ставим в такую задачу научить деток плавать. С полутора лет учим деток сначала не бояться воды. Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде. Но не стоит забывать, что даже хороший пловец должен соблюдать осторожность и строго придерживаться правил поведения на воде. Все это усвоили юные слушатели. Мне понравился раздавательный костюм, потому что я тоже хочу стать спасателем. Потому что я хочу спасать людей. Я давно всплываю сегодня, не боюсь. Если я вижу тонущего человека, то я зову взрослого. Как защитить кожу от прямых солнечных лучей? Какие вещи нужно брать с собой на пляж? И что делать при ожогах? Все это рассказала ребятам врач общей практики. Воспитанники калейдоскопа попробовали сами смастерить себе панамки из подручного материала. Листьев лопуха, дорозовые посуды, газет, картона и бумаги. А закончился мастер-класс водным квейком. Ребята с удовольствием постреляли друг друга водными пистолетами. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. Подари мне жизнь. Ежегодная акция под таким названием проходит в России с 9 по 15 июля. Ее цель – сохранить жизнь еще нерожденным малышам. Дручные почемучки. Маленькие разбойники и трусишки. Весельчаки и тихони. Очень похожие на нас и в то же время совсем другие. Вы удивитесь, но многие из них не появились бы на свет без своевременной помощи психологов. В прошлом году в Чувашии родилось 17 тысяч детей и сделано более 8 тысяч абортов. Так гласит официальная статистика. В республике действует 7 центров и 5 кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам. Благодаря их работе уберечь от возможных ошибок удалось 15% девушек, которые уже записались на аборт. Если женщина пришла к нам в женскую консультацию с желанием прервать беременность, и мы выясняем, что беременность для женщины нежеланная, мы работаем с ней. Работает психолог, социальный работник. Различными методами стараемся убедить женщину, чтобы она эту беременность сохранилась. Мы даем возможность ей услышать сердцепение ребенка, даем возможность посмотреть видеофильм о развитии плода. Также показываем видеофильм о вреде аборта, чтобы она поняла, что ее решение о прерывании беременности впоследствии может привести к бесплодию, к заболеваниям и потере семьи. Главным правилом при работе с женщинами является соблюдение так называемой недели тишины. Это значит, что с момента обращения в женскую консультацию до возможного аборта должно пройти не менее семи дней. Это время дано девушке на обдумывание ситуации, и очень часто оно играет в пользу ребенка. Если помощи психологов недостаточно, всегда можно обратиться за помощью духовной. При многих больницах сейчас имеется молитвенная комната, а иногда и часовня. Есть у нас и возможность оказания определенной материальной и социальной помощи женщинам, попавшим в такую трудную ситуацию. У них величайшие богословы. Они говорили так, что аборт является даже большим грехом, чем обычное убийство, потому что ребенок не может защищаться, не может сопротивляться. Анастасия в счастливом ожидании второго малыша. В начале осени она подарит Артема братика, а мужа еще одного наследника. Девушка не скрывает, что решиться на второго с одним малышом на руках было нелегко. Однако об аборте даже не думали. Мы с тобой ждем, Ляля? Да. Да. Скоро появится. Скоро появится. Главное не нервничать, понимать, что внутри вас целая жизнь растет. Это большая радость и большое счастье. Как бы то ни было, решение оставлять или не оставлять ребенка все равно остается за мамой. Чтобы ей стать, иногда совсем не обязательно твердо стоять на ногах и иметь надежный тыл, как сейчас говорят. Гораздо важнее просто любить малыша, который уже живет под сердцем. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Зачем дорога, если она не ведет к храму? Кто-то всю жизнь задается этим вопросом, а кто-то старается сделать так, чтобы каждый обрел свой храм. По такому принципу живет руководитель строительной фирмы, президент Чувашского национального конгресса, депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов. В центре Чебоксара на улице Калинина возводится самый большой храм в республике преподобного Сергия Радонежского. Его строительство началось больше года назад. Посильную денежную помощь оказывают организации, компании и прихожане. Николай Угаслов – один из тех людей, кому небезразлична судьба будущего храма. Помогал чем мог – кирпичами, бетонными строительными смесями. И когда встал вопрос о смене генподрядчика, ответ был очевиден. Митрополит Чувашский и Чебоксарский, владыка Варнава, обратился ко мне неоднократно. Николай Федорович, вы нам очень сильно помогаете, у вас опыт работы есть уже, вы старый строитель с опытом. Давайте возьмите под свою опеку, под свой надзор и строительство этого храма. Я вас очень прошу. Мы у себя коллективы обсудили и приняли решение, что взять полностью под ответственность, вот это значит строительство храма. Тем более, что опыта в строительстве церквей у Николая Федоровича немало. Первый храм он возвел у себя на родине, в селе Држаном, что в Татарстане. В республике сейчас строятся еще три церкви в Комсомольском, Красноармейском районах и в Чебоксарах. На вопрос, что им движет, меценат ответил, не задумываясь. Однажды я познакомился монахом и спросил у него, что самое главное для человека. Он мне ответил, спасение души человека. И что я спросил, что надо делать. Он сказал, храмы надо строить. И вот пришла мысль за свою жизнь построить семь храмов. Строительство храмов – лишь одно из направлений благотворительной деятельности Николая Федоровича. Особую роль он уделяет в социальной сфере. Угасовские жилые и микрорайоны – это не просто многоквартирные дома, а это кварталы с развитой инфраструктурой. Открыто два детских сада, на очереди еще три. В проектах предусмотрено строительство школ, стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов и даже Ледового дворца. За счет компании благоустроен сквер имени Героя России Игоря Петрикова и установлен памятник. Все благоустроение свое очень важное значение имеет. Но надо все жить нормально, хорошо, комфортно. А для комфортной и хорошей благоустройства все должно быть для человека. Завод строительной керамики в Комсомольском районе, реконструкция оздоровительного лагеря Чайка и санатория Чуваша. Все, за что не берется Николай Федорович, удается воплотить в жизнь. Сохранение культурных традиций и укрепление национальных связей – еще одна задача, которую перед собой ставят меценаты и президенты Чувашского национального конгресса. Человек живет своей значимостью. Когда мы кому-то нужны, когда мы что-то можем делать, этими живем востребованностью. Если мы не востребованы, тогда жизнь не та уже. Таких людей, как Николай Лугаслов, немного. Он и бизнесмен, и политик, и меценат. Во голову угла он ставит нужды и потребности людей и вкладывает в свои проекты не только денежные средства, но и душу. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. В Урнарском районе ученые обнаружили археологические памятники II и III веков, которые относятся к древнемордовской культуре. Там сейчас работают экспедиции ученых из Чувашии и Мордовии. 50 ученых работают на Синдемирском грунтовом могильнике. Археологи вскрыли грунт на глубину двух слоев и уже обнаружили 14 погребений. Ученые определили их как женские и детские. В них обнаружены ножи, кинжалы. Археологи также нашли черепа, мелкие косточки, бусы, украшения. Среди находок есть и уникальные – керамика раннего, железного и бронзового веков. Вы можете видеть остатки ног, бедер этого человека. Мы думаем, что это была женщина средних лет. Мы это выводы делаем на основе как костных останков, размеров этого человека, так и вещей, которые мы при нем видим. Синдемирский могильник расположен на мысе между оврагами близ деревень Буртасы и Синдемиркина. Он был открыт в начале 21 века. Там захоронены предки Мордвы. За это время обнаружили 60 погребений. Монумент матери-покровительницы в столице Чувашии вошел в число претендентов на символы новых банкнот. Напомню, конкурс проводит Банк России на сайте твоядефисроссия.ру. Голосование стартовало 28 июня. Необходимо было предложить город и символ, который можно разместить на новых банкнотах 200 и 2000 рублей. Монумент матери-покровительницы набрал более 5000 голосов и преодолел порог, необходимый для первого этапа. Голосовать за Чебоксары и монумент или предложить свой символ можно до 28 июля. Затем 5 августа стартует второй этап, во время которого фонд «Общественное мнение» проведет общероссийский опрос и определит 10 наиболее популярных городов или территорий и 20 относящихся к ним символов. Последний, третий этап кампании запланирован на сентябрь. Из 10 городов-лидеров будут отобраны два победителя и четыре символа, которые им соответствуют. По два на каждый город или территорию. Кроме монумента матери-покровительницы, чебоксарцы предлагают памятники Андриану Николаеву и Василию Чапаеву и скульптуру Остапу Бендеру. Поддержать чебоксары и наши символы может каждый на сайте Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее в нашем эфире полезная информация, а я с вами прощаюсь и желаю вам удачных выходных. Компания «Инфолинк» продолжает приятно удивлять абонентов своими новшествами, с помощью которых просмотр любимых программ становится еще комфортнее. Компания «Инфолинк» предлагает телезрителям Android Media Center, приставку нового поколения LTEX NV501. Внешнее устройство Lime HD представляет собой компактную и удобную в обращении коробку. Медиа-центр многофункционален и доступен для всех телевизоров разных моделей. На нем расположены два USB-порта, порт HDMI, аудио-видео-выходы, сетевой разъем и порт для инфракрасного датчика. В начинке двухъядерный процессор, 4 ГБ флеш-памяти и 1 ГБ оперативной памяти, работает на операционной системе Android. Любой пользователь может обновить устройство, используя приложения, совместимые с операционной системой Android 4.4.5.1. Приставка стала значительно удобнее за счет своих компактных размеров встроенного Wi-Fi модуля. Таким образом стало возможно подключение на сети любого провайдера, в том числе и мобильного, при условии, что скорость соединения будет выше 8 Мбит в секунду. Работа приставки основана на принципе «подключи и смотри». Для того, чтобы начать работать с приставкой, необходимо только ввести пароль от действующей Wi-Fi сети. И еще один немаловажный момент – особенности работы в летний период. Тесты показали стабильную работу приставки в течение 14 часов, вне зависимости от температуры за окном, даже при плюс 30. В Lime HD очень много сервисов, которые будут без сомнения интересны каждому члену семьи. Управлять ими можно прямо в телевизоре, через главное меню. Самый популярный среди наших пользователей – это каталог «Попкорн». В нем собрано несколько десятков тысяч различных фильмов, сериалов и мультфильмов. При этом вам не надо ничего скачивать и смотреть рекламу. Приходите домой, садитесь из телевизора, выбирайте интересный вам фильм и наслаждайтесь просмотром. Кроме того, приставка позволяет смотреть ваши файлы, фотографии, видео, музыку. Для этого надо достаточно USB-флешки, либо mini-SD-флешки. Ну а чтобы не бежать постоянно к компьютеру, чтобы искать нужную информацию, есть полноценный браузер с поиском Google. Приставка интерактивного телевидения Lime HD доступна для бесплатного тест-драйва в течение 10 дней. Редактор субтитров А.Семкин